Программный спич. Послание президента Али Маджлису охватило практически все сферы. Был намечен комплекс задач, реализация которых выведет на новый уровень развития множества направлений. Среди приоритетов социальная сфера, экономика, звенья образования, здравоохранения, развитие судебной системы, предпринимательства. Глава государства четко выстроил пути к поставленным целям. Это некая дорожная карта, по которой уже начали работу министерства, ведомства и организации. На мероприятии во внешнеполитическом ведомстве участники досконально обсудили задачи и приоритеты работы МИД, исходя из акцентов послания главы государства. Экспертами подчеркивалось, профильная концепция будет усовершенствована с учетом проводимой Узбекистаном открытой, прагматичной и конструктивной внешней политики, а также наших долгосрочных стратегических целей. Особое внимание будет фокусироваться на дальнейшем укреплении многовековой дружбы, отношений добрососедства, стратегического партнерства и взаимного доверия с государствами Центральной Азии. Перед Министерством иностранных дел, конечно же, также были поставлены конкретные задачи в сфере внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности. Если мы будем говорить про экономическую составляющую, то это, конечно же, активное продвижение экономической дипломатии. Это защита и продвижение наших экономических национальных интересов. Одним из приоритетных направлений, которое было обозначено в обращении президента, это дальнейшее сокращение доли и участия государства в экономике. В послании было отмечено, наша страна продолжит расширять многоплановые и взаимовыгодные отношения со странами, нашими основными партнерами. Исходя из этого, перед министром, его заместителями, послами нашей страны за рубежом были поставлены задачи внедрить новую, более эффективную систему работы в этом направлении. На мероприятии эксперты обсудили вопросы развития тесного сотрудничества с ООН, другими авторитетными международными и региональными структурами, которые будут в центре внимания нашей страны. В Министерстве здравоохранения участники также детально обсудили приоритетные направления деятельности и задачи к исполнению, исходящее из послания главы государства, озвученному 29 декабря. Подчеркивалось, масштабную работу по коренному реформированию и дальнейшему развитию направлений необходимо провести, исходя из акцентов 2021 года. Отмечалось, с учетом уроков пандемии масштаб цифровизации медицинской сферы будет расширен, предусмотрены меры по увеличению спектра дистанционных услуг, оказываемых медучреждениями, по внедрению электронного дела производства в поликлиниках и больницах. Между республиканскими специализированными центрами и их филиалами на местах будет налажена связь на основе технологий телемедицины, увеличены возможности для диагностики и лечения в регионах. Забота обо всем обществе, о нашем будущем – это забота о здоровье матери и ребенка. Мы для себя освоили очень многих телевых задач. Во-первых, это поднять на новый уровень подготовка кадров. Так как для нас первоначальная задача, для меня лично, как работник медицинского направления, очень важно, что не только кадры были работали только в центре Ташкента, но еще и эти кадры пошли во всех уголках нашей страны и, во-первых, в первую очередь развивали и укрепляли здоровье населения. Среди поставленных задач подчеркивалось участниками поднятие медобслуживания на качественно новый уровень, улучшение материально-технической базы медучреждений, соцподдержка и стимулирование сотрудников сферы. Необходимо усилить первичное звено здравоохранения, особенно в махалях и селах. Среди поставленных целей – пропаганда здорового образа жизни, среди молодежи – сохранение и укрепление здоровья населения. Макроэкономическая стабильность – прочная основа экономических реформ. В связи с этим ключевой задачей ЦБ и правительства будет удержание инфляции на уровне не более 10% в рамках инфляционного таргетирования. Эти и многие другие задачи обсуждались на встрече в Центральном банке Узбекистана. Участие в ней приняли и руководители коммерческих банков. Для них было организовано недельное обучение по расставленным в послании приоритетам, а также по предстоящей работе в разрезе махалей. По итогам были проведены тесты. В ходе учебного семинара мы детально ознакомились с тем, как должна быть выстроена работа с задачами, которые были озвучены в послании президента. Тренинг на тему клиента «Ориентированная политика коммерческих банков» и направление по внедрению в практику системы работы с каждой махалей дал нам понимание того, как работать на местах. Второй этап обучающей программы будет организован в феврале в регионах. На встречу подчеркивалось, важно обеспечить, чтобы в 2021 экономика показала рост на уровне не менее 5%, а дефицит бюджета не превысил 5,4% относительно ВВП. С момента либерализации валютного рынка прошло более трех лет. За этот период в Узбекистане накоплен достаточный опыт в сфере свободной конвертации. Теперь нужно постепенно уменьшать зависимость нашей экономики от иностранной валюты. Мероприятия, посвященные посланию президента Республики Узбекистан парламенту и народу, проходят во всех министерствах и ведомствах страны.